Друзья, если у вас проблемы с просмотром видео на YouTube, я создала канал на Дзене, и ссылочку я оставлю под видео в описании, также продублирую в первом закрепленном комментарии. Поэтому переходите, подписывайтесь и смотрите там, где вам удобно. Всех приветствую! Сегодня у нас будет видео о покупках из секонд-хенда. Эти покупки были сделаны где-то в течение трех недель, поэтому собралось их уже достаточно много, и решила снять отдельное видео. К сожалению, сейчас у меня не так много времени на посещение секондов, я забегаю буквально на 20-30 минут, и нет времени также снимать влоги из примерочни, но скоро оно у меня появится, и тогда мы уже вернемся к привычному режиму с обзорами непосредственно из самого магазина. Но пока вот так. Так что приятного вам просмотра, и давайте начнем. Начнем с такого яркого ромпера. На самом деле давно себе искала подходящий, но вот все-таки как-то мне не попадалось. Этот очень понравился расцветкой. Такая интересная, глубоко, не знаю, изумрудного цвета. Очень на самом деле прикольный, яркий. И он от бренда Промод. Срезана бирка внутренняя, ну, это вискоза стопроцентная, такая, знаете, плотная, шершавенькая, очень-очень приятная. Купила в секонд-хенде модный город на скидке 40%, обошелся он мне в 390 рублей. Все примерки я буду вам вставлять. В общем-то, хоть уже и не сезон, скоро лето заканчивается, но, тем не менее, останется, если что, на следующее. Следующее платье от Primark. Кстати, купила я его вместе с предыдущим ромпером в модном городе на скидке 40%. И обошлось оно, по-моему, чуть-чуть подороже, рублей, может быть, 500, что-то такое. Оно абсолютно новое, балабирка даже, и из стопроцентной вискозы, сделано в Индии. Великолепный просто фасон, очень интересный, я такой люблю, вот эти рукава, фонерики, милые, здесь можно завязать бантик. Цвет низнейший, вот, знаете, камера сейчас передает почему-то его как бирюзовый, но нет, он такой нежно-нежно-голубой. И вот такой милый белый цветочек. Мне оно, ну, как бы короткое и впритык, я это понимаю, но я просто не смогла удержаться, взяла, пригодится, если что, на следующий сезон похудею, ну, или всегда можно продать. Но прям очень оно мне понравилось, поэтому его приобрела. Следующая моя покупка – это давняя хотелка. На протяжении, наверное, всего лета я искала подобный сарафан. Мне хотелось именно, чтобы это были, ну, чтобы он был на пуговицах и до конца расстегивался. Здесь вот прям все сошлось, он достаточно длинный. Извините сразу за какие-то посторонние звуки, скрипы, я просто сейчас на даче, и полы здесь деревянные могут скрипеть. Значит, имеется пояс, вот такой пояс, ну, я думаю, что можно и без него. О, пуговички деревянные, на самом деле это бюджетный, это масс-маркет, это нью-лук, по-моему, да, это нью-лук, но он абсолютно новый, это сток, здесь даже вот отбирки, вот эта штучка имеется, то есть абсолютно новый. И почему я его купила? Ну, во-первых, прекрасный просто состав, лен и вискоза, и льна в составе даже, по-моему, побольше. Приятная расцветка, сел на меня классно, плюс такая модель, удачная для меня, то, что я искала. Купила его на завозе, брала за, по-моему, тысяча, тысяча двести, если я не ошибаюсь, где-то так. В общем, очень рада и довольна, что мне такой попался. Вместе с сарафаном на завозе мне попался вот такой интересный шарфик. Шарф достаточно длинный, то есть можно его, наверное, носить и в качестве, то есть, ну, на голову повязывать, я так пробовала, смотрится неплохо. Атрепит, бренд очень хороший, у меня есть кашемировый свитер от этого бренда, и, естественно, этот шарфик тоже из стопроцентного кашемира. Очень мягкий, теплый, невероятный и очень-очень классный цвет, знаете, такой, сейчас камера как-то больше его в фиолетовый передает, а он такого насыщенного сиреневого цвета. Очень красивый, ну, собственно, что про него еще сказать. Забрала, естественно, обошелся в 300 рублей. Еще одна моя давняя хотелка осуществилась. Купила я вот такие брючки. Давно, на самом деле, хотела какие-то широкие, такие вот актуальные брюки, однотонные, потому что очень много раз попадала, знаете, в полосочку, в цветочек. Нет, мне вот именно хотелось однотонные. И чтобы был, естественно, хороший состав. И вот мое желание осуществилось. Кстати, я что хочу сказать. Напишите вот в комментариях, у вас тоже такое бывает, что все лето вот я искала брюки, вот сарафан такой, да, под конец, когда уже 20 числа августа вот начали попадаться мои хотелки. Ну, в принципе, ничего страшного, останется на следующее лето. В общем, давайте вернемся к брючкам. Что я хочу сказать, очень классный, яркий, насыщенный цвет. Прям такой розовый, яркий, не знаю, фуксия, не фуксия, очень красивый. Купила их на завозе здесь, в местном магазинчике, в местном секонд-хенде, в Переславле, Залесском. И они были из категории сток, то есть они абсолютно новые. Была даже бирка, вот эта пластиковая штучка от бирки присутствовала. Они от H&M, это коллекция льняная какая-то. И здесь, да, 54% вискозы и 46% льна. С учетом того, что я говорю, они абсолютно новые, прям я была очень рада найти такие брючки. И с удовольствием их купила. Обошлись они мне в 1000 рублей. Следующая, это футболка. Обычная, простая, базовая белая футболка из льна. Купила ее спустя пару дней после брюк. Как раз подумала, когда брючки приобрела, думаю, было бы классно под именно белую футболку, такие яркие брюки. И через пару дней зашла в секонд, в модный город, там была скидка 40%. И увидела эту футболку. Обошлась она мне 330 рублей. Была, вот я говорю, скидка, плюс мне какие-то там бонусы были. В общем, за копейки в идеальном состоянии. Мне требовалось только постирать в состоянии новой вещи. И, в общем-то, получился у меня такой комплект длинной. Вот. Здесь уже лен трикотажный, знаете, такой как бы вот, ну вот, футболочный, я его называю, трикотажный. У меня есть лонгслив такого же плана по качеству. Это чендем у меня футболка есть, тоже такого плана, только цвета более такого бежевого. Вот. И, в общем-то, за такие деньги, я считаю, это очень отличная находка. Еще хочу показать вам сумку. Она из натуральной кожи. На самом деле, мне очень редко попадаются сумки из натуральной кожи в хорошем состоянии. Обычно это, если и попадаются, то все какие-то, знаете, заношенные, затрепанные. И то редко, вот, из кожи. В основном это все сейчас из полиэстера или полиамида, из чего там сейчас, полиуретан. Вот. Из этого материала делают сумки. Поэтому я была очень удивлена этой находке, потому что кожа потрясающая. Она мягкая, такая, знаете, зернистая. Вот даже через камеру видно капельки воды, когда попадают. Прямо она тут же впитывается. Надо, наверное, ее чем-то обрабатывать. Фурнитура качественная. UKK. И бренда никакого не нашла. Только вот на фурнитуре написано. Здесь просто замок и внутри подкладки нет. Видите, там просто вот как бы это обратная сторона этой кожи или замша, что это. Вот. И имеет прям, знаете, характерный запах именно кожей. Прям очень качественная вещь. Очень. Единственный только минус для меня это то, что я поясные сумки не ношу. И вот я вставлю вам фотографию, как я планирую ее носить. Напишите мне в комментариях, можно ли так носить, как смотрится. И, может быть, что-то посоветуете, как ее можно обыграть. Потому что вот именно как на поясе, так я точно носить не буду. На завозе нашла ее. Вернее, был, наверное, третий день завоза. И обошлась она мне в 1200 рублей. Кстати, камера немножко неправильно цвет передает. Она намного ярче. Она сейчас ее передает какой-то темный бирюзовый. А она прям ярко-ярко такая. Ярко-бирюзового цвета. Вставлю вам фотографию. Вот. Так что вот такая вот покупка. И напоследок хочу быстренько показать вам свой новый парфюм. Я уже в предыдущих видео о нем вам рассказывала. Он у меня был в формате от Леванта. И сначала он мне как-то не впечатлил. Но потом вот прошло какое-то время. Он постоял. И, знаете, я все-таки захотела полный размер купить. Значит, это Латафа Маск Солома. Заявленные ноты. Это белый мускус. Присутствует амбра, ут, кожа, древесные ноты, фруктовые ноты. Но на самом деле, знаете, для меня это не показатель. Никаких фруктов я здесь не чувствую. Для меня это вот конкретно белый мускус, да. И, возможно, немного древесных нот в конце. Но мускус, знаете, такой прохладный. Заявлен также он. В описании точнее заявлено, что это запах чистоты. С чем я, кстати, ну не совсем согласна. А вот запах морозного воздуха, да, что-то такое есть. И чистота, знаете, она такая вот какая-то не совсем, вот кто знаком с Байреда Бланш, например, ароматом, да. Там чистота такая более мягкая, приятная, с какой-то немножко сладостью. А здесь такая вот, знаете, порошковость, я назову так. Знаете, чем-то напоминает, был такой порошок, я не знаю, сейчас есть миф морозной свежести. Вот что-то есть такое немножко вот от этого мифа морозной свежести. Но, я говорю, он такой, здесь нужно тестировать на любителя, на любителя. Для кого-то вот чистый мускус. Есть еще, писали в описании девушки, что какие-то, знаете, животные нотки тоже такое. Я тоже такое ощущаю. Но вот, тем не менее, все равно захотела взять полноразмер. Что хочу сказать, аромат совершенно недорогой. Я, как всегда, брала на Валберес. Если кому интересно, я артикул напишу в описании, где-то стоил. Ну, цена, знаете, на Валберес постоянно меняется. Там от 1200 до 1400, не дороже. Здесь 100 миллилитров. 100 миллилитров, как всегда, у арабов великолепное оформление пузырьков, флаконов. Просто потрясающе. Посмотрите, какой, да, как кристалл. И вот эта вот мутная водичка очень красивая. В общем, за 100 миллилитров, я считаю, что шикарная цена. Поэтому рекомендую вам познакомиться, если любите такие ароматы. И начать хотя бы с отливанта. На этом у меня все. Спасибо вам большое за просмотр, за ваши лайки. Пишите в комментариях, что вам понравилось из моих покупок. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылочка будет в описании. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok